привет всем не беру на связи среда в эвакен очередной патч новые герои и так кого добавили легендарную героиню алисю я замечу через а алисе и великая героиня наэлия давайте посмотрим этих героев сперва предлагаю начать с алисе во первых зацените дизайн анимации тоже на уровне все красиво все блестит все светится атака с здоровье и скорость а уже очень очень хорошо итак поехали особенность увеличивает фокус и наносимый урон в зависимости от разницы между начальной атакой этого героя и цели атаки не могут активировать критический удар каждые две атаки на одну и ту же цель применять к цели эффект очарования так много написано но по сути здесь что говорится что фокус и урон увеличиваются в зависимости от разницы между начальной атакой этой героини и цели я так понимаю чем больше разница тем больше бонус к этой атаки а также не только к атаке но и к фокусу минус в том что не может эта героиня критовать но с другой стороны за каждые две атаки она цель очарует и вот тут очень интересно очарование смотрите не может действовать цель имеется ввиду да попав под атаку не может активировать блок сопротивления или у ворот это отличается от обычного оглушения например потому что в оглушении цель просто не может действовать а здесь не может активировать сопротивление у ворот или блок проще говоря когда вы атакуете эта атака по-любому пройдет если вы накладываете какой-то отрицательный эффект на цель он по-любому пройдет потому что сопротивление в момент очарования не учитывается. И это, конечно же, очень-очень классно. То есть перед нами, как мы уже поняли даже по особенности, отличнейший персонаж контроля. Далее, базовое умение. 165% урона одному врагу и на 2 хода минус случайные атрибуты. Также восстанавливает 10% максимального здоровья. Здесь и урон, и минус атрибуты, и 10% максимального здоровья восстанавливает. Если на нее надеть проклятый комплект, например, то она сможет в связи с бонусного хода еще десятка, то есть 20% за ее ход. Это очень круто. Далее, похититель сердец пассивная. Когда противник применяет умение поддержки, запускает контратаку этим особым умением, нанося 200% урона и применяя эффект минус защита на 2 хода. Также получает эффект щит, равный 30% от максимального здоровья на 2 хода. Только один раз за раунд. Тоже классная тема, потому что на арене, на боссах тех же самых, которые с миньонами, так или иначе, кто-то кого-то бафает. То есть какое-то действие поддержки придет. И она будет контратаковать, при этом минус защиту накладывать, а также на себя накладывать щит, равный 30% от максимального здоровья на 2 хода. Но контратаковать она может только один раз за раунд. Очень хорошая пассивка. По-любому найдет применение практически везде. И ультимейт на 2 хода накладывает на 1 врага неизлечимость, а затем наносит 220% урона. Также наносит истинный урон, равный 10% от максимального здоровья этого героя. Если цель древесный враг запускает дополнительную атаку особым умением. У нас, по-моему, пошло с предыдущим обновлением эта тема, что у героев, новых особенно, которых добавляют в игру, есть специальный бонус против другой стихии. У Рейчел, если я правильно говорю, там был тоже бонус против противоположной стихии, здесь против древесного врага. То есть там, где зеленые враги, она будет просто божить, скорее всего. Здесь очень хорошо, во-первых, неизлечимость. Нужный достаточно дебаф на многих боссах, на аренке иногда нужный. Я его сам очень-очень раньше почему-то, не знаю, игнорировал, но потом некоторые режимы, некоторые миссии просто без него пройти нереально. Поэтому, так или иначе, у вас должны быть несколько персонажей с неизлечимостью. Из бюджетных это, например, Хулинс. И тут, что очень хорошо, что она наносит истинный урон, равный 10% от максимального здоровья. Именно поэтому нам игра уже даже намекает, что так как у нее идет отхил от максимального процента здоровья, так как у нее идет щит с пассивки, так как у нее здесь идет истинный урод от максимального здоровья, ей здоровье качать надо. То есть у нее, по сути, скорость, здоровье и атака. Давайте посмотрим, какие комплекты рекомендуют. Проклятый. Вот как раз, смотрите, проклятый на бонусный ход, рейдера на скорость и комплект чешуи дракона здесь, чтобы меньше просто она урона открыт ударов получала, то есть больше выживала. Очень хороший персонаж, я думаю, зайдет во многие команды, потому что контроль нужен практически везде, а с ее возможностью к выживаемости и к очарованию, это просто что. То есть если прокает очарование, а я повторюсь, очарование прокает с каждой второй атакой, по крайней мере так написано, да? И проклятый комплект, если я правильно понимаю, он как раз за ее действия даст ей две атаки, то есть с одного такого действия, состоящего из двух атак, она будет вешать очарование, что очень-очень хорошо. А, например, с Флоренс, которая тоже дает дополнительный ход бонусный, да, то там просто идеальное сочетание, я думаю, будет у нее. Поэтому тем, у кого есть Флоренс, вот это вот берете хвостатую и в путь дорогу. И давайте посмотрим сразу второго персонажа, это Наэлия. Вот так вот выглядит Наэлия, достаточно механизировано, по мне. Это, конечно, не роботема, но что-то вот есть в этом, тоже достаточно интересно. Итак, Наэлия, атака и крит шанс, основные параметры, смотрим. Если максимальное здоровье основной цели выше, чем у этого героя, он получает дополнительный фокус и увеличивает наносимый урон на 30%. В вознесенном состоянии также восстанавливает 20% максимального здоровья при каждом применении умения. Очень классная тема, пассивка, можно сказать, и на увеличение урона и на фокус, и на отхил. Далее, наносит 110% урона и вешает минус защита 2, то есть минус 50% защиты на 2 хода. Далее, особое. Наносит 160% урона и на 3 хода дает плюс крит урон 2 уровня, плюс 50% крит урон. Тоже очень хорошо. И ультимейт снимает все отрицательные эффекты и наносит 220% одному врагу. Также накладывает эффект минус защита 2 на главную цель на 2 хода. Значит, смотрите, у нее минус защита с двух умений, с базовой и с ультимейта. Она атакует одного врага, обратите внимание, всеми тремя способностями. И если максимальное здоровье ее врага выше, чем у нее, то получает и фокус, чтобы лучше накладывать минус защиту, и увеличение урона. А вознесем в состоянии также отхил. Что тут можно сказать? Я думаю, она будет идеальна на боссах. Она будет очень хороша там, где цель намного жирнее, чем она. А это, по сути, боссы и есть. То есть, везде в режиме, где есть боссы, там она будет себя очень хорошо чувствовать. Но я бы, например, не сказал, что она хорошо зайдет на аренку. Не знаю, мне вот кажется, что чего-то ей для аренки не хватает. Ей время надо. Потому что, смотрите, она крит урон себе должна бафнуть, да? Она должна наложить минус защиту, чтобы потом показать хороший урон, хорошие цифры. И, конечно, у нее весь ее комплекс умений, он направлен на то, что она выживает, да? Вот смотрите, она лечится 20% от максимального здоровья при каждом применении умения. Ну, здесь нету такого. Здесь накладывают на два хода. Здесь тоже на два хода. Я к тому, что мне почему-то она видится как герой на долгосрочную битву. То есть вот я почему-то сейчас думаю о руинах богов, где битвы с боссом достаточно долго идут. Ну, допустим, 10, да, раундов. И вот туда она очень хорошо бы, по моему мнению, зашла. Но вот на арену, где, по сути, все решается за 1-2 раунда, ну нет, 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 нет. Я, по крайней мере, ее не стал брать. Это мое мнение, вы с ним можете быть не согласны, но как-то так. Значит, как и заведено уже в последнее время, и тот, и другой герой, они доступны не в обычном призыве, а в особом призыве за звездную пыль, которую мы получаем в основном с башни. Также другим обновлением является то, что теперь в особом призыве с великолепным шансом 0,1% мы можем выбить героев Света и Тьмы. Это сделано, скорее всего, для того, чтобы простимулировать игроков тратиться на звездную пыль. Потому что, ну, обычные игроки, кто не вкладывает большие деньги, они не смогут делать много призывов. И, возможно, вся звездная пыль, что была с башни у таких игроков, слита на предыдущий призыв. А что сделать сейчас? Просто, ну, игнорить или что? И поэтому разработчики так, наверное, прикинули, надо как-то простимулировать игроков с мотивацией, давайте мы добавим героев Света и Тьмы в этот призыв. И, собственно, они это и сделали. С великолепным шансом, повторюсь. Но хоть с каким-то шансом это теперь возможно. И, само собой, я бы рекомендовал призывать, потому что все герои, представленные сейчас, это очень хорошие герои. Что Буллин, который я везде использую. Что Олеся, которую мы только что посмотрели, да? Отличный герой контроля. Что Тор с его кровотечением и контратакой. Великолепные персонажи. Поэтому, конечно, если у вас есть в загашнике звездная пыль, то призывайте. Я слил все, что у меня было. У меня сейчас идет, как вы видите, 13% в сумме шанс призыва легенды. Но я уже не знаю, откуда мне брать. Я уже уперся и в башни. Я уже со всех режимов пособирал. Пока у меня нету идеи. Ждать отката башни только. Как-то так. Далее. Магический пропуск у нас в скором времени будет обновлен. А именно, с 12 ноября по 11 декабря будет новый пропуск. И там будет доступно опал. У тех, у кого нету опал, пожалуйста, покупайте. Если есть такая возможность. Если нет возможности, не покупайте. Но персонаж очень хороший. И, например, на гильдбосса вместе с Джейкобом. Это ее основная связка. Заходит просто на ура. Далее. Повышены баллы, получаемые за фантастическое снаряжение в событии сбор снаряжения. То есть, если вы в процессе события, когда надо получать снаряжение, выбейте каким-то образом фантастическое снаряжение, то вы за это получите больше баллов. Что не может не радовать. Также повышены баллы, получаемые за расчистку этапов А до 3 и 4 в различных событиях покровителей магии. Что тоже очень хорошо. Обменная лавка с осколками Талиасина будет закрыта 9 ноября. Ну, у меня этих осколков нету. Поэтому, ну, будет закрыта, короче, 9 ноября. Сегодня, то есть. Далее. Кузня. Добавлена функция, которая позволяет вам сковать несколько единиц снаряжения одним нажатием. Это я предлагаю посмотреть. Ну, вот у меня, например, есть возможность сейчас сковать. Давайте попробуем Акули Тиран. И я нажимаю на кузню. Подождите, а как? А как? Вот, все, увидел. Справа, вы видите, есть ковать Х10. Только я не понимаю, почему Х10, а Х5, Х3 нельзя сделать. То есть, ну, очень как-то сделано грубо. То есть, либо 1, либо 10. А если я хочу 5 сделать? По мне, так лучше бы было сделать, что кузня. Потом вы выбираете количество сами. И это количество создается. Ну, пока это представлено так. Либо один предмет вы делаете, либо десятку. Далее. На арене поправлено отображение прогресса категорий. На обычной арене и на командной. Тайное подземелье. На 20% понижен опыт, получаемый из тайного подземелья. Желейное безумие во время события драконьего кубка. Следующее. Исправлена проблема, при которой обычное и редкое снаряжение не отображалось в сумке. Мастерство героев. Мастерство точного удара заменено на вдохновение. Что такое вдохновение? Это повышение атаки всех участников команды. Значит, вот точный удар заменен на вдохновение у Блэкхорна, Митазии, Иоланды, Ташир, Флоренс, Хейзл и Акасте, Эбота, Родира и Мэри. Штормовая дуэль. Бонус фракции в штормовой дуэли повышен до 50%. Что не может не радовать. Какие ошибки были исправлены? Исправлена проблема, при которой некоторые задания, связанные с башней пустоты, нельзя было выполнить. Исправлена проблема с коэффициентом активации анимации высшего умения в некоторых версиях игрового клиента. Далее. Проблема, при которой траектории атак некоторых героев не отображались в небесной дуэли. И исправлена ошибка, при которой игра перенаправляла игрока на неверный экран после боев на арене и с боссом гильдии, если при этом также шел бой в фоновом режиме. Это мне вот ошибка очень знакома. Ставишь фоновый режим, потом идешь, например, на гильдейского босса, бой заканчивается, тебя выкидывает в какое-то непонятное меню. То есть на окно битвы с боссом, либо на окно выбора кампании, хотя в идеале должно быть главное меню. То есть то, что мы видим сейчас. То же самое, если вы на аренке бились, и у вас идет фоновый режим, то после того, как вы аренку заканчиваете, тоже идет непонятное выкидывание в какое-то другую меню, нежели то, что вы ожидаете. Так что хорошо, что исправили. Также хочу напомнить, что появился новый набор, называется «Страстная любовь». Он стоит всего лишь 120 баксов, и это со скидоном 35%, где вы сможете полторы тысячи звездной пыли взять. Те, кто смогут это сделать, то смогут попытать шансы, попытать свою удачу и попытаться призвать новую героиню Олесю. Поэтому у кого есть такая возможность, как говорится, желаю вам удачи. А у кого нет такой возможности, желаю всем терпения прежде всего, хорошего шанса дропа, здоровья и всего хорошего. Спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео, всем пока.